МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это Настя Фомкина. Это программа прогноз погоды. О всем самом забавном и смешном. Ну, мы начинаем? Ну, начинаем, так начинаем. Итак, они выбирают гаджеты. Они выбирают гаджеты. Чем живет хоккейное поколение Некст? Стою на песке в коньки, я обутый. Таиланд принимает НХЛовцев. А также обезоржигали и другие аномалии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Викторина, морской буй, магистраль и репка. На этих игровых автоматах выросли Сергей Федоров, Павел Гуре, Александр Могильный. Поколению Некст не понять. Рожденным в России подавай Иксбокс, Айпад и Айфон. Тем не менее, такая увлеченность с новыми технологиями не мешает молодым хоккеистам показывать класс на льду. Какие они? Чем живут? О чем думают? И как играют в хоккей? Расскажем прямо сейчас. Эти ребята – поколение музыки в формате MP3 и HD-ового видео. Они вряд ли помнят двухкассетные магнитофоны и становились хоккеистами в те времена, когда уже были легко доступны обзоры матчей НХЛ. Быть масочниками они перестали совсем недавно. Да и то не все. Вот, например, в прошлую пятницу голкипер Андрей Василевский дебютировал в составе Салавата Юлаева. Летом парню исполнилось 18 лет. Говорить о себе почти что двухметровый кипер заставил после молодежного чемпионата мира в Калгари. А вы обратили, кстати, внимание на шлем Василевского в дебютном матче за взрослый Салават? И судя по шлему с молниями, парень в этом сезоне мечтал дебютировать по ту сторону Атлантического океана. А вот в московском «Динамо» играет один из самых талантливых молодых защитников Андрей Миронов на четыре дня младше Василевского. И не беда, что в играх КХЛ Миронов частенько не успевает за нападающими. А брасти мясом – это всего лишь дело времени. Более важна постоянная практика на самом высоком уровне. Регулярная игра в КХЛ за 17-летний возрасте это уже достижение. Вот и наш следующий герой Наиль Якупов 93-го года рождения. Он давно стал звездой юниорской лиги «Онтарио» в составе «Сарнии». И никто не удивился, что парня выбрали на драфте НХЛ под общим первым номером. Но дебют Якупова в Эдмонтоне, а там, надо полагать, его сходу ждало бы немалое количество игрового времени, из-за локаута пришлось отложить. Я доволен, что я в Нижнекамске, в родном клубе, не где-то там, не на севере, не на Антарктиде, а приехал к родным углом, где моя семья, родственники, друзья, любимая команда, любимая школа, где меня воспитали. Да, я очень обязанно. Зато родной Нижнекамск может охлаждаться игрой своего воспитанника.